ПЕСНЯ 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 Сия, Сия, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сия, Сия, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. И посети виноград сей, и утверди их, Его же насади, где снится Твоя. Светлый, Боже, светлый, грехи, Светлый, безмертый, Помилуй, помилуй нас. Светлый, Господи, Господи, Господи! Светлый, Господи! И всея Руси, да поменят Господь Бог во Царствие Свое, Всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. И всея Руси, да поменят Господь, И всея Руси, да поменят Господь Бог во Царствии стоят, Всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. И всея Руси, да поменят Господь, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чудо, которое вдохновило народ на встречу Господа, как Царя и Избавителя Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов свидетельствует в своем Священном Писании, в своем Евангелии о том, что Христос, шествуя к Иерусалиму, был встречен множеством народов. Люди встречали его, держа в руках пальмовые ветви, дети постелали пред ним цветные одеяния, и все восклицали торжественно ему «Осанна, сыну Давидов, благословен, гриви во имя Господь». Это торжество прообразовало собой славу Божию, славу Творца и славу Спасителя, пришедшего в мир для того, чтобы воссоединить отбавшего человека с высотой Божества, чтобы совершить спасение человеческое. Оттого этот праздник носит в том числе и скорбный оттенок для всех нас. Неспроста праздник Хода Господня в Иерусалим особняком стоит в числе двадцатых господских праздников в церковном календаре. Это единственный праздник церковного года, который не имеет ни дней предшествующего ему при празднества, ни дней по празднествам, которые мы продолжали торжествовать во случаю празднованного события. Мы празднуем на его лишь один день, и день этот является рубежом между Святой Четыридесятницей, шествием которого мы завершили, и Страстной Седмицей, Седмицей, которой мы будем сопутствовать Христу в его страданиях, в его искупительном подвиге, и молить его, дабы он соделал нас достойными плодов своего воскресения, достойными спасения в Царстве Божьем. Священное Писание свидетельствует, что Господь наш Иисус Христос выходил в Иерусалим смиренно и кротко. И во всем описании этого события мы не видим ни единого упоминания о том, чтобы Христос Спаситель сказал лишь слово. Он скромно шествовал в град Божий, град, который был наполнен людьми накануне празднования Пасхи, шел потому, что предвкушал те страдания, которые не были ведомы еще никому. Он знал, что он идет на смерть, он знал, что он идет на поругание и что встреча эта, встреча радостная, уже в скором времени изменится злобою толпы, которая будет единодушно кричать «распни, распни». Это праздник для нас того, сколько мы знаем о том, что Господь и перейдет в Иерусалим ради нашего спасения. Но, по сути, это не было праздником тогда для Христа и для Его апостола. Христос входил в Иерусалим, сокрушаясь о том, что люди, видя все те дела, которые Он совершает, слушая слово проповеди Его, все равно оставлялись глухи и немы по отношению к ним. Они видели, что Христос совершает чудеса Божие, но все равно чаяли в нем именно человеческого вождя и политического лидера. Они встречали в Иерусалиме Господа, надеясь на то, что Он станет тем царем, который вновь возглавит израильский народ и освободит его от игоримского владычества. Они надеялись на то, что Израиль вознесется на высоту, подобную той, на которой Он пребывал в времена царства Давида и Соломона, и даже больше. Но никто не помышлял о том, что Господь принес в первую очередь духовное благо и духовную радость, радость, которую мы не могли себе даже помыслить, радость возвращения в Дом Отчий, возвращения в Лоно Отца Небесного, радость благ не временной жизни, но вечной, нескончаемого счастья общения с Господом и Спасителем. Люди встречали Его, как земного освободителя. Они ждали, что вот, тот, кто совершает такие чудеса, совершит и чудесное избавление от римского владычества. Но они мгновенно разуверяются в виде дела Божии по вхождению в Иерусалим. Он никоим образом не стремится, как бы то ни было, изменить политический строй. Он лишь вновь и вновь призывает тех, кто окружает Его, к покаянию и к славе Царства. Царство Мое не от мира сего свидетельствует Спаситель, но и горестно Ему от того, что даже ближайшие Его ученики, даже апостолы не понимают этого. И они остаются в неведении вплоть до воскресения Божия. Борестно Ему от того, что Он, хотя бы Иерусалим, предвкушает и то, что Ему предстоит пережить предательство. Предстоит пережить страдания. Предстоит пережить то, что Он будет оставлен всеми. И эта оставленность, это чувство одиночества и непонятости зачастую может быть понятно каждому из нас. И мы сегодня, в этот праздник, должны в первую очередь благодарить Бога за то, что Он, шествуя на страдания Свои, шествуя на дело искупления человеческого рода, не оставил каждого из нас, несмотря на то, что каждый человек готов был предать, и, по сути, предал Его в эти страшные, но святые. Он все равно, преисполненный любовью, восходит на крест. И на кресте совершает дело спасительного подвига. Подвига омывая кровью Свою грех всего человечества, восстанавливая через Свою искупительную жертву единство наше со Христом. Он вновь дарует через Свою смерть и будущее воскресенье каждого из нас возможность взойти в Царство Божие, не принуждая к тому, но открывая эту способность для каждого из нас. И наверняка горестно Ему было осознавать, что далеко не все люди, но лишь немногие те, кто воспримут Его учения, кто последует за Ним, смогут потенциально войти в Царство Божие. Что большая часть людей присоединится к тем, кто будет в ярости кричать «Распни Его!» Кровь Его на нас и на детях наших. Эти страшные слова – это тот приговор, который выносит себе человечество, которое отказывается от Бога, которое отказывается от спасительного Христова подвига, которое продолжает творить дела беззакотные. К сожалению, даже некоторые именующие себя христианами люди остаются так. Увы, нам приходится испытывать чувство страдания. Чувство страдания от предательства порой близких нам людей. И это мы видим среди нас. Это значит, что и мы не воспринимаем и не понимаем тот подвиг Христов, который совершил Он ради нас. Зачастую мы приходим в храм Божий исключительно движением по потребительским чувствам. Мы приходим в храм для того, чтобы испросить у Бога чего-то временного, того, что мы считаем себя нужным и необходимым здесь и сейчас. И эти желания зачастую прямо противоположны тому, что ведет нас ко спасению. Господь милосердный даровал нам сверх того, что мы можем желать и на то, как мы надеемся. Он даровал нам славу Царствия Божия и даровал каждому, кто пожелает войти в это Царство, возможность это сделать. Возможность проследовать путем Божиим, совершая жизнь свою по заповедям, и взойти в Царство Бога Отца, дабы встретить нашего Спасителя. Встретить Создателя со словами радости, подобно тому, как встретил блудного Сына Отец в оповествовании, которое мы слышали несколько недель назад, еще приготовляясь к делу Великого Господа. И дай Бог нам в эти святые дни, в преддверии спасительных страданий Божиих, сопутствовать Христу, понимая, какой ценой и ради чего совершалось наше спасение. Если Господь дарует нам по нашему стремлению чистоту сердца и разума, мы сможем в полноте понять, сколь же велика радость спасения, сколь же велика радость благ вечных по сравнению с ничтожностью нашей временной, погрязшей в грехах жизни. Будем сопутствовать со Христу и просить Его стать Ему наследниками, стать сынами и дочерями Царства Божьего, в полноте воспринять славу Его воскресения, дабы совоскреснуть с Господом, совоскреснуть уже в жизни этой, преобразив свое естество, преобразив свое мышление и дела, преобразив самого себя, дабы своим примером преображать весь мир. Делай Его лучше, ибо, как говорил еще святой праведный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Будем же стяжать этот дух мира, дух любви Божией, радость о воскресшем Господе, и ныне благодарить Господа и Спасителя нашего за то, что Он взошел в Иерусалим на свои страдания, те страдания, которые явились основанием для нашего спасения и нашей вечной жизни. Аминь. Спаси Господи вас. Благословен, гряды, Благословен, гряды, и Господи вас. Благословен, гряды, поднимите верх, братья и сестры, и отец. Благословен, гряды, и отец. Благословен, гряды, и отец. Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздником. Сегодня вся полнота Православной Церкви празднует торжественный вход Господень в Иерусалим. И вот как все времена, так и сегодня все подняли вербы, ваи, для того, чтобы прославить Спасителя мира, который пришел на землю ради нас и ради нашего спасения. Каждый, кто пришел в Иерусалим, был встревожен новостью, которая переходила из уст в уста, о том, что Иисус из Назарета, которого многие прочитают за Мессию, так говорили, а Он действительно был Мессия, Он совершил воскрешение праведного Лазаря. И ведь в огромном количестве люди приходили в Иерусалим праздновать Пасху Иудейскую, и в это время все услышали эту новость. Она потрясла всех, не только жителей Иерусалима, но и всех гостей. Действительно, Христос Спаситель совершал множество чудес, и люди были свидетелями этих чудес. Он хромых делал ходящими, слепых, зрящими, Он даже воскрешал усупших. Но чтобы воскресить четверодневного мертвеца, невиданное и неслыханное событие, даже сестры праведного Лазаря говорили Иисусу, Он уже смертен. То есть тело уже было предано тлению. И уже никто даже не мог себе представить, что Он может воскреснуть. И вот вчера мы, вспоминая воскрешение праведного Лазаря, вспоминали беседу сестер Марфи и Марии с Иисусом. Они говорили, Господи, они знали, что Он любит праведного Лазаря, знали, что Он часто был гостем у них в доме. И именно поэтому они, обращаясь к Нему, с сожалением говорили, Господи, вот если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш. И Христос Спаситель говорил, да воскреснет Он, да, и сестры говорили, да, мы знаем, мы верим, что Он воскреснет в воскресении, во всеобщем воскрешении измертвы. Удивительная, искренняя вера была у сестер праведного Лазаря, у Марфи и Марии. Они действительно верили в то, что Иисус – это Мессия. И Он совершил это великое чудо – воскресил праведного Лазаря. И вот вы обратите внимание, люди, узнав об этом и услышав о том, что вот Иисус теперь идет в Иерусалим, связали молодые побеги деревьев, встречали Его как победителя в жизни над смертью. Они встречали Его как триумфатора, потому как бывали такие случаи, когда победители входили торжественно в Иерусалим под воскресанием, под аплодисменты всех жителей. И они восходили в Иерусалим торжественно воссияющими на конях, а тут вдруг на ослеп входит Иерусалим. Тот, о котором говорили, что Он царь. Удивительное явление, смешение, какое-то сознание происходило у людей. Люди по-разному воспринимали Иисуса Христа. Кто-то думал, что это и есть тот Мессия, который должен восстановить Израильское царство. Даже апостолы, они не помышляли в полноте то, ради чего пришел на землю Спаситель мира Христос. Только после сошествия Святого Духа на святых апостолов в 50-й день они поняли все. Тогда Господь открыл им ум, уразумеете, все, ради чего пришел на землю Спаситель мира. А тогда у людей были разные чувства, разные мысли. Можно сказать, что и сегодня происходит то же самое. Несмотря на то, что прошло уже два тысячелетия, вот вчера вы обратили внимание во время Божественной Литургии, мы вместо Тресвятого пели «Елиться во Христа крестестесе, во Христа обрекостесе». Помните, да? Ведь это очень важный гимн, призыв каждому из нас. Кто во Христа крестился, должен облечься во Христа. И пост, который мы с вами вчера завершили Святую Четыридесятницу, он для этого и есть. Для того, чтобы мы все, кто во Христа крестились, во Христа облеглись. попрызгали отец, а что ж, как жалко на лодичке, что ли? Жадные какие, у нас роды жадные. А мы сегодня говорим о том, чтобы мы стали настоящими христианами. Кто бы Христа крестился, кто-то облегитесь во Христа. И вот заканчивается Святая Четыридесятница. Даже мы с вами по-своему относимся к Святой Четыридесятнице. А ведь главный смысл, он именно в эти слова, о которых я сейчас сказал, в этом гимне. Вот за время Великого Поста мы с вами мстились во Христа. Мы с вами должны были облечься во Христа. То есть очиститься от всякой скверной чистоты, прибегнуть к Таинству покаяния и очиститься, осветиться. Вот. Владимир. Я прям обличаю наших, говорю, что же вы делаете? Полевая мишка. Она ласнула папа. Жадные на слава Тебя Богу. Слава Тебя Богу. Вот. Соливай на телце. Правда? Прям жалко его. И, конечно, дорогие братья и сестры, говоря о Великом Посте, о том, ради чего мы проходили этот пост. Конечно же, ради того, чтобы во Христа обличься, очиститься всякой скверной чистоты, постараться стяжать в себе те дары благодати Святого Духа, которые так обихно Господь раздает каждому, кто ищет Бога общения. И, конечно же, каждый из нас, кто приходит в храм, он стремится встретиться с Богом. Правда? Вот к этому мы стремимся. И вот, вспоминая тех, кто жил в то время в Иерусалиме, мы, жители сегодняшние, иногда исподвоих осуждаем. Вот мы думаем, вот если бы мы тогда были в Иерусалиме, мы бы никогда не кричали «Разпио», правда? Нет, конечно, мы никогда бы не кричали. Но, обратите внимание, мы имеем уже двухтысячелетний опыт жизни церкви. и скажите, а вот кто-нибудь после исповеди совершал те же самые грехи? Ну, вот. Конечно. Вот вам и ответ. Вот то же самое, что с ними происходило, то и с нами. Поисповедовались и опять туда же. Поисповедовались, покаялись и назад тропаем то же самое. То есть, мы с вами такие же, как и они, жители двухтысячелетней давности. Тоже меняемся вот так. Только вроде бы осознали, что это не следует делать и то же самое совершаем. Ну, и, конечно, каждый относится по-своему. И как те относились люди к Иисусу Христу, точно так же и сегодня мы. Точно так же, как те люди относились к тем традициям, заповедям и обычаям, так же и мы с вами относимся. Ведь мы же с вами не все относимся одинаково к прошедшему посту. Я очень часто об этом говорю. Знаете, иногда современники встречаются друг с другом и спрашивают, я держал пост? Держал. А сколько килограмм сбросил? Вот и весь пост. Правда, да? А ведь, а вы знаете, вспомните подвижников Богочестия, вот тех, кто уходил в пустыню, от которых мы с вами совсем недавно слышали в житии преподобной Марии Египетской. Уходили монахи в пустыню на дни Великого Поста и возвращаясь, спрашивали друг у друга. Вот обратите внимание, не спрашивали, сколько килограмм ты сбросил, а спрашивали, а ты встретил Христа, ты встретился с Богом, ты общался с Богом, как твоя молитва спрашивали друг друга. вот к чему призывает нас Церковь. Нисколько сбросит килограмм за дни Великого Поста, а встретил ли ты Бога. Вот подумайте об этом, вот к чему нас призывает Церковь. А ведь каждый из нас это образ Божий. А мы иногда, даже отходя от причастия, ух, если нас кто-то еще подтолкнет и скажет, что ты не так встал, мне туда повернулся, ну вот дверь Христос. Мы такие же, как и те люди 2000 лет тому назад. Но мы с вами имеем огромный опыт Церкви, поэтому мы с вами счастливые люди, что мы можем опираться на опыт наших подвижников благочестия, на опыт нашей Церкви. И вот сегодня мы, приходя в храм с этими веточками, молодыми побегами деревьев, ваей или вербы, мы свидетельствуем о том, что вот как она, эта ветка, еще месяц-два назад была безжизненной, а сегодня с весной, как только пригрело солнышко, почки набухают, начинается новая жизнь. Вы знаете, что сегодня ради нас, ради нашего спасения Христос идет в Иерусалим, и в нас должна начаться новая жизнь нехристианская. Вы, кто во Христа крестились, во Христа облегитесь. Вот чем у нас призывает Церковь. Не сбросить лишние килограммы, а облечься во Христа, чтобы от нас с вами исходило только доброе, хорошее, вечное и святое. И каждый раз я говорю, мы можем очень просто протестировать, как сегодня говорят, самих себя. Я все-таки с пользой провел дни великого поста или нет. Знаете, как определить? У нас должны быть особые качества, качества, о которых говорил апостол Павел, плоды Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Вот давайте каждым подумайте. Давайте подумаем сегодня, есть ли во мне это? Если есть, то значит, мы уже поднялись на одну ступенечку. И в этом случае надо сказать, Господи, слава Тебе! Хоть что-то у меня хорошее, доброе есть. Ну а если я пойму, что я таким был перед началом Великого Поста и таким остался, то у нас еще есть время Страстной недели, Седмицы Страстной, чтобы мы, осознав и поняв, что все-таки нет еще во мне этих добродетелей, сказали, как мы, да, который, войдя в храм, понимал свое ничтожество, свои проступки, свои прегрешения, чтобы мы так же ударили себя в груди, сказали, Господи, помоги, прости, не могу, без тебя не могу ничего сделать, помоги и спаси меня, еще не поздно. И Господь слышит и услышит наши вопли, Он, конечно же, очистит нас и поможет нам встать на праведный и спасительный Бог, чтобы мы смогли встретить светлое Христово воскресенье с чистым сердцем, с добрыми намерениями и с добрым сердцем. Мне хочется пожелать, чтобы Христос Спаситель не напрасно приходил для каждого из нас. Для кого-то Он пришел, кто услышит Его голос, кто последует за Ним, чтобы Его слова, которые Он однажды сказал своим последователям, чтобы они к нам не относились. Потому что, помните, как-то Он однажды сказал всем тем, кто ходили за Христом, Он говорит, вы ходили, вы идете за мной не потому, что хотите услышать голос Евангелия, голос благоверии и спасительной, а вы ходите за мной только лишь потому, что вы ели и насытились. Чтобы мы такими не были. Вот мне хочется пожелать, чтобы мы действительно шли за Христом ради спасения своей души. И пусть Господь нас всех умудряет, благословляет и дарует нам возможность приобретать в себе эти дары благодати Святого Духа, о которой говорил апостол Павел. Любовь, радость, мир, доброе терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот если у нас будут эти благие дары, мы тогда никогда не скажем вместе с теми, кто в то время был в Иерусалиме и которые восклицали распни, распни у него. Своими грехами мы действительно можем распинать Христа Спасителя. Да не дай Бог, чтобы это повторилось и в нашей жизни. Поэтому всем желаем крепости Духа, крепости Тела. И каждый раз накануне Страстной Седмицы я всех наших верующих людей предупреждаю, будьте внимательны. Как никогда враг рода человеческого приходит в неистовство в эти истрастные седмицы. Он не хочет спасения людям, и поэтому он будет каждого искушать, поэтому будем внимательны к себе. Давайте постараемся так провести предстоящую Страстную Седмицу, чтобы от нас не исходило ничего ни доброго, ни чистого, чтобы ни злобы не было, ни осуждения. Помните друг о друге, носите тяготы друг к другу, помните свои прогрешения, и как мы так, не обращая ни на кого внимания, пойдем и скажем, Боже, милость, будем не грешному, пусть ни на кого мы не будем обращать внимания, какое мне дело для тех людей, которые что-то делают не так. Они сами ответят с Богом, они, может быть, сами подкаются. Я очень часто вспоминаю, я не утомил вас? Нет. Еще один моментик такой, я очень часто вспоминаю свое пребывание в лавре преподобного Сергия, тогда я еще только молодой, конечно, я, знаете, обращал внимание, как себя ведет, и вот слышал и знал, что у нас два было тогда игумина, которые дежурили в храме в соборе Троицком, и они очень часто, к сожалению, обижали людей, ну, так, знаете, не туда встал, не сюда проходи, проходи туда, вот, и люди на них обижались, и мы тоже видели это, их осуждали. И вот, вы знаете, однажды случилось так, что я тогда только начинающий послушник стоял в алтаре в Севьевом храме, в Тракезном, как его именуют, и все священники вышли на Палиэлеи. А я только после того, как мне, то одна женщина подошла, а то другая говорит, вот, нас обидел, вот это, вот это, обидел, сказал мне так, вы знаете, у меня, как и белый, думаю, такие у нас нехорошие монахи, да, вот так обижают наших прихожан. Я, знаете, в темноте в алтаре в резнице встаю, и вдруг слышу, кто-то плачет, не могу понять, кто плачет, вроде все ушли на Палиэлеи. И я смотрю, он же покойничает Афанасием и гонит и плачет, а он не видит, что я стою. И он стоит на коленях, опустился вниз, плачет и говорит, Господи, я сегодня эту женщину обидел, я сегодня эту обидел, я сегодня не плохо сказал, Господи, прости меня. И он хочет стоить на коленях, вы знаете, а я стою и думаю, о, он уже покаялся, да, и Господь его простил, а я его все время осуждаю. Вы знаете, для меня это был такой урок в жизни. Я часто об этом рассказываю и думаю, никогда не он не осуждается, потому что вот он уже покаялся и настолько простил. А меня-то он не простил, потому что я не каюсь, я же только его осуждаю. Поэтому мы не знаем, кто и когда принесет покаяние в своих грехах. Поэтому я всегда всех призываю, никого не осуждайте. он уже грешный, но он покаялся, и Господь его простил. А я, который мню о себе, что я не такой, как прочие, а на самом деле самый грешный человек. Вот рассказываю об этом, и специально говорю, что вы знаете, никогда мы никого не осуждали, потому что не знаем, а мы тоже покаялись, а мы и тем Господа же простили. А я, который мимо себя такой великий, да, никого не бежать, а я же осуждаю. Вот хочется, чтобы мы никогда никого не осуждали, а если кого обидели, попросили прощения. И верим, и надеемся, что Господь милосердный, который пришел спасти каждого из нас, спасет каждого, кто будет осознавать в своей простудке, кто будет просить у него прощения, и постарается возвращаться прежде своим грехам. И тогда Господь действительно, как и того разбойника на кресте помилует, сподобит нас войти в его небесное царство, а обидеть. Прости, Господи, исполайте дескутом, Владыка. Сердечно всех еще еще раз поздравляю с праздником, всех причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн, и желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасение души. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.